Сегодня ночью неизвестный устроил стрельбу в одном из домов на потоке. Несколько человек ранены, двое в тяжелом состоянии. Подробнее через несколько минут. Взял тысячу рублей, отдай восемь. Что вынуждает жителей края вязнуть в кредитном рабстве? К сожалению, на момент заключения договора никто не обращает внимания на процент. Эти дети уже конструируют модель самолетов и составляют расчеты для бизнес-проектов. В Барнауле проходит фестиваль юных математиков. О самых умных расскажем через несколько минут. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Перестрелка в одном из домов Барнаула. Минувшим вечером в квартиру по улице 40 лет Октября ворвался мужчина с карабином и открыл стрельбу. Двое пострадавших в тяжелом состоянии в больнице. Что сподвигло Барнаульца на кровавую расправу, выясняла Ирина Корчагина. Муж открывает двери, и мужчина вот здесь стоял, и сразу заряжает свое оружие и начинает стрелять в нас. Перепуганные шельцы подъезда не сразу поняли, что случилось. Сосед пострадавшей семьи сразу после первых выстрелов вызвал скорую помощь и полицию. Я сегодня все лучше не спала. Как с 10 часов начали вот это, что милиция, собаки, милиция, тут все ходят, все стучат. На момент происшествия, кроме Олеси и ее гражданского мужа, в квартире находились трехлетний ребенок и их друзья. Стрелок представился хозяином квартиры. Ночного гостя опустили на порог. В эту же секунду мужчина достал карабин и открыл огонь. На стенах до сих пор видна кровь и пробоина от пуль. Двери были вот так закрыты. Он вот так дергает двери, не может их открыть. И начал стрелять. Олесю задело по касательной. Ее мужу и приятелю повезло куда меньше. Пробитые легкая печень и ампутация кисти руки. Женщина чудом успела спрятать ребенка. По словам соседей, в этой квартире шумели и веселились регулярно. Так что пострадавшей семье вполне могли быть недоброжелатели. До этого, до того как мужчина пришел, позвонила нам хозяйка вот этой квартиры, у которой мы снимаем ее. Позвонила и то есть начала угрожать нам. К вам сейчас приедет человек, разберется с вами и поговорит. В краевом управлении МВД подтвердили информацию о задержании стрелка. Мужчина пытался скрыться, но его остановили на улице Малахова. Вместе с карабином изъято большое количество патронов и две гранаты. Он ничего не спрашивал, он не разговаривал. Он просто когда расстрелял уже, тогда сказал решите вопрос. На завтра не решите, вам всем капец здесь. Какой вопрос необходимо решить, жители квартиры так и не поняли. Договор аренды с хозяйкой подписан до мая следующего года. Несмотря на кровавый инцидент, семья покидать съемное шилье не собирается. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Алтайский край тонет в долговой яме. Сегодня жители региона должны микрокредитным организациям почти 5 миллионов рублей. Чем опасны быстрые деньги и что заставляет людей влезать в кредитное рабство, расскажет Яна Аксенова. Мониторинг сайтов с вакансиями и регулярная процедура для Валентины из Барнаула. Женщина ищет подработку. Два года назад она взяла микрозайм. Сначала всего тысячи рублей, потом пришлось брать 2, 6, 8. Чтобы погасить одну задолженность, брала другую. Суммы росли в геометрической прогрессии. В итоге женщина вовсе оказалась не в состоянии их выплачивать. Сказать, конечно, даже страшно. Я набрала 12 микроорганизаций. То есть я вот так крутила, там брала, платила, брала, платила. И сейчас вот на данный момент, я даже сумму не могу, эта сумма громодная. Наверное, даже к миллиону подойдет. То есть с процентами вот именно. А сами суммы оставались небольшие. Вот я говорил, там 18, там 10, там, допустим, 15. Такие суммы. Но сейчас вместе с процентами это будет уже ну 600, 700, а может даже к миллиону подойдет. В Барнауле десятки микрокредитных организаций. Чем больше срок займа, тем больше процент. Многие организации предлагают займ по 2% в день. Сумма, на первый взгляд, безобидная. Но в год это 730%. Если взять 10 тысяч, отдавать придется больше 70 тысяч рублей. К сожалению, на момент заключения договора никто не обращает внимания на процент, который предусмотрен в договоре. И когда подходит время выплаты данного займа и этих процентов, у людей возникает обоснованное удивление. Потому что эта сумма превышает сумму займа практически в 5 раз. Выходит, быстрые деньги влекут за собой не менее быстрые долги. Дорога в кредитное рабство занимает меньше получаса. У нас основные условия – это паспорт, мобильный телефон и три контакта. Если вас проверяют, если до всех дозваниваются, вам приходит положительный ответ. Национальное бюро кредитных историй включило Алтайский край в топ-25 регионов по объему микрозаймов населения. Мы на четвертом месте. Жители края должны финансовым компаниям почти 5 миллионов рублей. Из всех регионов Сибири в нашем самые низкие зарплаты. Чтобы погасить один кредит, жители берут другие. И так по кругу. После всех обязательных платежей на жизнь у Валентины остается меньше 5 тысяч рублей. Яна Аксенова, Николай Шелко, информационный канал «Город». Герои нашего следующего сюжета вряд ли в будущем попадутся на уловки микрофинансовых организаций. Ведь отлично считать они умеют уже в юном возрасте. На первый в городе фестиваль занимательной математики собрались несколько сотен учеников. Вундеркиндам не больше 10 лет. Но для некоторых из них теорема Пифагора как дважды два – четыре. Я приду… Стой, дай, 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 дай. Так, давай вот это тут будет лучше. Семь минус четыре и минус четыре. Наглядная геометрия, теория, игр, логика. Эти дети готовы учиться даже на каникулах. Юные математики решают задачи, которые не под силу многим взрослым. Например, как переложить только две спички, чтобы получить такой же домик, только зеркальный. Нельзя их назвать чисто математическими, потому что они требуют и смекалки, и умения поработать в команде, и умения сообразить, и умения найти какую-то закономерность. На фестиваль занимательной математики пришли несколько сотен барнаульских вундеркиндов. Многие из этих детей начали считать буквально с пеленок. 40 умножить на 60. 40 умножить на 60. 200, 2400. Я задачу умею решать, они мне нравятся. Я в три года знал таблицу умножения и таблицу деления. Организаторы объявили охоту на маленьких пифагоров. Самых талантливых пригласят в математические кружки. Там школьники будут развивать свои таланты в точных науках. Форму сеченной пирамиды, куба, цилиндра, даже дошкольники могут делать роботов. Именно из таких несуразных геометрических шедевров дети делают первые шаги к математике. Многие из них уже лучшие ученики в классе. Не исключено, что кто-то из них в будущем сможет претендовать на Нобелевскую премию. Рина Корчагина, Николай Шилко, информационный канал «Город». Барнаульские дороги начали отсыпать песчано-соляной смесью, избежание образования гололедицы. Сегодня ночью из-за обильного снегопада городские службы направили на расчистку около 20 единиц снегоуборочной техники. По данным мэрии, в районах краевой столицы за сутки планируют рассыпать на дороге 183 тонны песка и соли. Сегодня утром к расчистке сугробов подключились и дворники. Тем временем, алтайские синоптики прогнозируют к началу ноября повышение температуры до плюс 18 градусов. Так что установившийся ночью снежный покров пока временный. В Барнауле сгорел ангар, в котором городские байкеры хранили свои мотоциклы. Под его крышей располагался и бесплатный сервис, где участники мотобратства со всей Сибири могли остановиться и подчинить своих железных коней. Огонь уничтожил технику и все оборудование сервиса. Кто возместит ущерб, узнавала Алена Февраль. Что с ним сделаешь-то? Да ничего не сделаешь. Может быть, посмотреть, если остался двигатель живой, так двигатель продать. Все, больше ничего. Хотел продать, а пришлось похоронить. От железного коня Сузуки-бандит, на котором Константин Шацких объехал всю Сибирь. После пожара остался только двигатель. Этот черный день байкер вспоминает с горечью. Трагедия о потере. Ты же вкладываешь в него, стараешься, чтобы он был чистенький, красивенький, все в ходу было. Следишь за ним. И тут такое случается, конечно, тяжело. Из 14 мотоциклов пожарным удалось спасти только треть. Впрочем, пострадала не только техника. Один из байкеров получил ожоги и лишился документов. Погорельцы оценивают ущерб почти в 4 миллиона рублей. Надеются, что убытки возместит собственник ангара. По мнению байкеров, пожар начался из-за того, что на электропроводку через дырявую крышу, которую владелец обещал починить, попадала вода. Однако выяснилось, что у ангара недавно сменился собственник. А владелец мне стал буквально вода недавно. Поэтому мне это все перешло от них на следствие. С этими уже договорами, уже сложившимися отношениями. Выяснить причину пожара предстоит специалистам. Если эксперты установят, что вины владельца ангара нет, байкеры рискуют остаться ни с чем. Алена Февраль, Павел Лауронин, информационный канал «Город». Весной на террасах Нагорного парка в Барнауле будут вскрывать асфальт, сообщает сайт полиции Бруса ссылкой на телепрограмму на первом плане Барнаул. Напомним, неделю назад новый асфальт на террасах начал давать трещины, и этот факт вызвал огромный резонанс в социальных сетях. Пока трещины заделали гудроном, в администрации Барнаула решение проблемы видят в полном вскрытии асфальта и засыпке нового грунта. Как сообщили источнику в профильном комитете мэрии, в холодное время года проводить эти работы бессмысленно. Пока угрозы для дальнейших повреждений нет. Весной подрядчик по гарантии должен будет выяснить причины разлома и устранить его. Вероятнее всего, после вскрытия асфальта будет засыпан и уплотнен новый сухой грунт, затем потревоженный участок вновь закатает асфальтобетон. А мы продолжим. Смотрите далее в нашей программе. Развлечения или сатанинский обряд? Как Барнаулцы отмечают Хэллоуин? И почему православная церковь запрещает отмечать праздник Маркобесия? Расскажем через несколько минут. Александр Маршал отметил в Барнауле свой юбилей. Почему Алтай он считает второй родиной? Он знал каждый клочок этой земли, каждый сантиметр, миллиметр, метр. Напрямую поставщикам в Министерстве строительства России подготовили законопроект, согласно которому деньги за коммунальные услуги больше не будут проходить через счета управляющих компаний. Инициативу вынесут на обсуждение этой осенью. Все дело в том, что управляющие компании на сегодняшний день накопили многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Общий долг управляющих организацией России за первое полугодие 2017-го составил 250 миллиардов рублей. К тому же участились случаи составления мошеннических схем ввода со счетов, вывода со счетов средств на оплату коммуналки. В Барнауле среди таких УК «Доверие» ЖУ номер 7 и номер 8 «Старый Барнаул». Чтобы отсечь порочное промежуточное звено, Минстрой уже согласовал законопроект с заинтересованными структурами. Если он будет принят, горожане начнут получать типовую форму единого платежного документа. Это сделает процедуру оплаты услуг ЖКХ более прозрачной. Ведьмы, зомби и вампиры. Алтайская митрополия выступила против Хэллоуина. Православных попросили не участвовать в праздновании Дня всех святых. Почему молодежь не прислушалась, знает Галина Юмашева. Мы изображаем зрякую кожу. А из туалетной бумаги? Содрать кожу с лица, нарисовать кровь и гематомы. Анастасия знает все о том, как на один вечер превратить живого человека в мертвеца. Хэллоуин для девушки – особый день, когда фантазию можно не ограничивать. Я зомби! Православные священники советуют людям, зомби и другим героям потустороннего мира подумать о своем психическом здоровье и особенно о душе. Когда человек одевается в костюмы нечисти, когда человек ведет себя как нечисть, то понятное дело, что он и внутренне начинает себя ощущать не совсем правильно. Древние кельты верили, что 31 октября открывается дверь между миром живых и мертвых. Сегодня духов никто не устрашает. Хэллоуин – это просто праздник, это просто одушина для людей. Поторваться, повеселиться, показать свои имиджи всякие. Это же тоже как бы с одной стороны творческий праздник. И тут как бы нет ничего такого злого и святого, ничего нет. Я считаю, это просто москараз. Клубы и рестораны используют Хэллоуин как дополнительный повод привлечь клиентов. Одни зовут на вечеринке, а другие предлагают необычные блюда, приготовленные из тыквы, неотъемлемого атрибута – Хэллоуина. Когда Хэллоуин, праздник Хэллоуин, тогда эта тыква пользуется очень большим спросом. Но я считаю, что это абсолютно нормальный праздник. Чтобы провести Хэллоуин без вреда для психики, но с пользой для здоровья, повара рекомендуют печеную тыкву с медом и сливочным сыром. Такое блюдо придется по вкусу даже православным. Мерзкий праздник, сатанинский обряд и мракобесие. Какими страшными словами только не называют православная церковь Хэллоуином. Но похоже, барнаульский молодежь не напугает. А все потому, что Хэллоуин воспринимается как обычный карнавал. Галина Юмашева, Николай Шилков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Когда поражение дороже победы. Болельщики обсуждают один из ключевых матчей первой части сезона в исполнении «Алтайбаскета». Заключительная встреча домашней серии прошла против одного из претендентов на золотые медали чебоксарских ястребов. Кирилл Политов наблюдал, есть ли прогресс в игре заметно помолодевшего коллектива. В активном поиске обновленный «Алтайбаскет» от матча к матчу пытается нащупать свою игру. Прогресс есть, об этом говорят сами игроки, болельщики и счет на табло. Перед стартом сезона клуб объявил курс на комплектование из местных юных воспитанников. Намеченной цели придерживается. Они получают игровое время. С каждым матчем все больше и больше. Поэтому я не думаю, что у них будет неуверенность. Наоборот, здесь их никто, то есть слово им не говорит, там, плохого бросил, да, бросил. То есть никто их не душит. Наблюдает за ними издалека литовец Рамуальдес Петронис во время официальных матчей среди болельщиков. Подсказывает, жестикулирует, руководит. Ошибки видит, отмечает. Исправлять их будущий главный тренер планирует всем известным способом. Плюсов на сегодняшний день мало. Единственное, знаете, закрыться в зале и много-много тренироваться. Вы сами видели, мастерство хромает, это мягко сказано. Так, усилия есть, конечно, но этого недостаточно. Тех самых усилий для победы не хватило ни в одной из четырех домашних игр. Ближе всего к успеху барнаульцы были во втором матче серии против чебоксарских ястребов. В последний момент подвел прицел. Сразу нас на этом наказали. Подбор проиграли. В защите некоторые установки не до конца выполнили. Жуканенко как набирал всю игру, так и набирал. Продолжать набирать опыт баскетовцы будут и дальше. Впереди выездная серия по маршруту Магнитогорск-Уфа. Пока же болельщики говорят спасибо за самоотдачу и по-прежнему ждут побед. Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город». Создать своими руками настоящий мультфильм всего за полтора часа. Барнаульцы отметили Международный день мультипликации. Наш корреспондент Илья Кочетков знает, какие герои популярны у современных подростков. Лучшие друзья детишек – это мультики. Правда? Да! Международный день анимации довольно молодой. Он начали праздновать только в 2002 году. Но он сразу же и, видимо, навсегда приобрел сказочную популярность. В Барнауле сегодня работает около 10 студий детской анимации. И праздник, и не праздник. Каждый день там примерно вот так полно детишек, которые погружены в творчество. Продвигаем дальше нашего главного героя, нашего кролика. Морковку, двигая в лапки. Продолжай. А ты можешь немножечко пошевелить наше море. Волны у нас двигаются. Раньше, чтобы посмотреть любимый мультик, ребятам приходилось ждать эфира на телевидении, порой целыми днями. Сейчас, поскольку прогресс не стоит на месте, они могут создать собственное маленькое кино. Для этого нужен вот такой вот нехитрый стенд, фотоаппарат, компьютер, мудрый наставник. И, конечно же, большое желание, но главное – история, которую ты хочешь рассказать. Даша, а какую историю ты рассказываешь? Это будет классный мультик, чтобы там было что-то историческое и приключенческое. И главный герой этого мультика будет Чиполино. А в одном из Барнаузских парков вот даже организовали выставку скульптур персонажей популярных мультфильмов. Здесь есть как русские народные, Баба и Гаун, например, так и иностранные герои. О, привет. А это что, целых два Карлсона, что ли? Да, это два моих любимых персонажа Карлсона. Мне очень нравится этот мультик. Даже вот сам еще поискать такой мультик в интернете. Ну, удачи. Спасибо. Они, правда, эти скульптуры достаточно хрупкие, как это любят детишки, полазить по ним не получится, но хотя бы они напоминают ребятам о лучших образцах мировой мультипликации. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». А вот на выставке «Парк роботов» представлены лучшие образцы робототехники. Электронные собаки, динозавры, пауки. Барнаульцы могут погрузиться в виртуальную реальность. Только за выходные ее посетило больше двух тысяч человек. Как далеко зашел искусственный интеллект, узнала Ирина Корчагина. Человек, мы находимся на выставке будущего. Это парк роботов. На этой выставке в восторге не только фанаты «Лего» и «Терминатора». Рассвлекать и обучать одновременно – главная миссия полусотни роботов со всей Земли. Для Барнаула это, пожалуй, самое грандиозное событие этой осени. Нас очень долго ждали, просили, чтобы мы посетили Алтайский край. И вот мы, наконец-то, здесь. Если они знают, что вы с ними играете, что вы их трогаете, то они будут, соответственно, добрыми. Если этого не делать, то они будут скучать, они будут злиться, у них будут красные глазки, они не начнут подтягиваться. Эмоциональный дипозон у японских собак Айбок, как у настоящих животных. Радость, грусть, апатия, удивление. С помощью датчиков и камеры они могут играть в мяч, запоминать лица людей и гриво вилять хвостиком. Этот щенок учится и познает мир, как его живые сородичи. Между персонажами известного мультфильма возникает чувство, характерное не только для человеческого сердца. На выставке роботы Валя и Ева общаются только между собой. Но гости все равно не останутся без внимания. Искусственный интеллект Евы поймает ваше настроение с лица. Если она видит, что плохое, то она старается нам его поднять, мигая глазками. Школьникам повезло. Открытие выставки совпало с началом каникул. Гонки, шутры и просто красивое погружение в виртуальную реальность. Для усидчивых – творческая зона. 3D-ручками рисуют у нас всякие картинки, потом которые можно забрать домой. Первые посетители выставки говорят, что здесь невозможно провести меньше часа. Выставка работает до 26 ноября. Кстати, купленный билет действует в течение всего дня. Ирина Корчагина, Николай Шелко, информационный канал «Город». Известный исполнитель Александр Маршал отметил на Алтае юбилей. В этом году музыканту исполнилось 60 лет. В Барнауле певец собрал приличный букет цветов и сорвал бурные овации. Сразу после выступления наша съемочная группа расспросила артиста о самом сокровенном. Один мой приятель позвонил мне и говорит, здесь вот в Алтайской краевой филармонии существует рок-группа «Слайды». Такая вот. И они ищут поющего бас-гитариста. Езжай, прослушайся там и так далее. А у меня была группа в Крыму тогда. И с барабанщиком с Валерой мы вместе собрались, поехали. Но его не взяли, а меня взяли. А когда я приехал впервые в Верховское, Михаил Сергеевич меня посадил в катер. Мы с ним вдвоем сели в какой-то быстрый такой катер. И он меня повез по реке. И я его все время спрашивал. Ниша, а вот на этом острове, песчаный остров и деревья. Я говорю, ты здесь был? Он говорит, а как же, здесь же гнезда. А я говорю, а вот здесь был? Да ты что, да здесь. Он знал каждый клочок этой земли, каждый сантиметр, миллиметр, метр, я не знаю. И он в меня вселил это дело. У меня много моделей, которые не собраны, но у меня нет времени на это хронически. То есть раньше я как-то находил. А чтобы собрать модель, для этого нельзя прерываться. То есть ты начинаешь ее клеить, да, и ты там день, два, три, до пяти, до недели бывает. Да, ты вот должен никуда не ехать. Ты должен заниматься только этим, потому что иначе получится плохо. Я пишу, у меня есть много стихов, которые еще не закончены. Я недавно написал обращение к Владимиру Семеновичу Высоцкому, у которого в этом году будет юбилей, 80 лет. И я тут же эту песню наиграл под гитару, отослал Никите, потому что мы с ним очень дружны, сыну Владимиру Семеновичу. И он мне перезвонил на следующий день, сказал, что это круто, давай спой это, когда мы будем снимать свою колею. Я уж не знаю, как меня воспримут за эту песню, потому что она уж больно суровая. Но я обращаюсь к Высоцкому, как бы он отреагировал на то, что происходит, и надеюсь, что он нас все-таки видит и слышит. Сегодня в 20.00 зрителей канала ТНТ ждет очередная серия «Физрука». Из оргкомитета «Золотой маски» приходит очень неприятное известие, и Фома, пометуя о возрасте отца, решает максимально деликатно рассказать эту новость. Для этого он напрашивается в поездку с отцом в деревню, где Эрнест заказал декорации для спектакля у своего старинного друга. Тяжелый разговор, как и настигнувшая в пути гроза, навсегда изменит отношения между отцом и сыном. А в 21.00 смотрите ТНТ-комедиу с неподражаемым Джимом Керри «Пингвины мистера Поппера». И о погоде завтра в Барнауле ясно. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до минус 4, днем до 9 со знаком «плюс». Отличной вам рабочей недели и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова